Восьмидесятилетний маме Тохти Эмин, бежавший от репрессий китайских властей в Турцию и находящийся вдали от родных четверть века, дал свидетельские показания о своих детях и внуках, которых заключили в лагеря перевоспитания. Согласно его показаниям, четверо его сыновей получили тюремный срок, шесть внуков отправлены в лагеря, а одна внучка, которую выслали во внутренней Китай для работы на фабрике в качестве дешевой рабочей силы, была осуждена на пять лет из-за ношения длинной одежды. С остальными родственниками Маме Тохти не смог установить контакт. Причиной ареста родных Маме Тохти считает свое нахождение в Турции. Один из участников антиправительственных демонстраций в Гонконге нанес ножевое ранение прокитайскому политику Юниусу Хо Кван Ю. По сообщениям Соус Чайна Морнинг Пост, нападавший ранил Хо в грудную клетку, а его ассистент отделался ранением руки во время местной избирательной кампании. Протесты, более трех тысяч участников которых были задержаны, стали причиной экономического застоя впервые за последние 10 лет. Чрезвычайные ситуации, участившиеся в крупнейших городах Европы, вызвали обеспокоенность террористической угрозой. Первое событие произошло в амстердамском аэропорту Скип-Холл. Согласно имеющейся информации, неизвестные попытались угнать самолет, однако голландские представители сообщили, что ситуация под контролем. Позже Air Europe заявила, что ложный сигнал был подан пилотам по ошибке. В то же самое время на одной из железнодорожных станций Бельгии произошла паника в связи со слухами о сибирской язве. Полиция вывела людей и взяла станцию под наблюдение. Также в Италии, после появления информации о заложенной бомбе, полицейские оцепили аэропорт Милана. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай активно внедряет и увеличивает эффективность искусственного интеллекта в военных технологиях и подчеркнул, что США не должны отставать от своих соперников. На организованной конференции, посвященной искусственному интеллекту, прошедшей в Вашингтоне, Марк Эспер сделал следующее заявление. «Страна, которая первой воспользуется преимуществом искусственного интеллекта, получит возможность диктовать свои условия касательно военной сферы в ближайшие годы, и этой страной должны стать Соединенные Штаты». В столкновениях между правительственными силами и хуситами в Йеменской провинции Худейда погибло 22 человека и 38 получили различные ранения. Пресс-Аташе Коалиционных сил Западного берега полковник Ваддах Аль-Дебиш сообщил, что правительственные силы отразили атаку хуситов, напавших на военные позиции в Худейде, и подчеркнул, что наблюдатели ООН были осведомлены о действиях хуситов, нарушивших перемирие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова